даду 79 представляет всем здравствуйте всем большой салам нет но я не буду сразу начинать с вопросов это чуть попозже сначала хочу сказать спасибо нашему дадо до до 79 есть такой канал подписывайтесь на его канал спасибо ему он делает мои ролики более ярче и более как-то насыщеннее с видеороликами такими достоверными фактами еще раз тебе спасибо дорогой дадо по поводу вопросов они у меня часто всплывают эти вопросы где-то как-то что-то а недавно вообще смотрел вот ролик один по моему ашот news 2 отец кирилла и мефодия ну все знают монахи которые создали кириллицу и так далее святые их отец лев 5 император византии у них на самом деле отца звали лев но был сотником византийской армии но опять суть не в этом дело в том что когда этот человек говорит что лев 5 император византии армянин по национальности их отец напрашивается вопрос у нормальных людей все нормально у этих все наоборот но не могут дети рождаться раньше своих отцов и матерей дело в том что лев 5 родился через 40 лет после их рождения понимаете сначала родились дети у армян а потом появился отец как-то так вот мать у них была гречанка отец был болгарин это по историческим документам но армяне говорят что у них отец был лев 5 который родился через 40 лет после их рождения чего перейдем к вопросам да ну вот значит вот территории которые они говорят мы имели огромные территории в древности называлась армении территории то может быть армении называлась но это не значит что была такая нация армения армяне армянами называли всех кто проживал на этой территории дело в общем дело в том что не в четырнадцатом не в пятнадцатом не в шестнадцатом не в семнадцатом не в восемнадцатом не в девятнадцатом веках нам доподлинно известно армянского государства не было его не существовало это вот кавказ ведь нет такой национальность как кавказец есть житель кавказа но кавказской национальности нету кавказцы называют те кто проживает на территории кавказа ингуши ингуши и дагестанцы чеченцы азербайджанцы но армяне нет они не кавказцы они пришлый народ конкретно пришло и они сами признают что они и кавказ это тоже самое что сибирь но нет же нации сибиряк нет есть житель сибири он может быть любой национальности но эти нет эти как упорно стоят на своем так и стоят среди них не было ни княжества и государства не ханство под названием армения такого не было тогда вопрос а что же было тогда на этих карт ответ очень простой это название физика географического региона который в дальнейшем использовали историки и какие-то вещи называли локализовали пытались объяснить используя название вот это географическое название что касается их великих битв но мы знаем только из их уст какие там великие битвы все надумано все придумано все это настолько и все время придумывать придумывать придумать все новые 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 кельбаджарском районе в азербайджане обнаружены каменные вот эти вот хачкары которые они уксусом обрабатывали делали под старину для чего это делалось чтобы где-то закапывать потом откапывать и говорить видите это наша древняя земля видите это наш крест который пролежал в земле но это вот кельбаджарском районе целые там сотни крестов такие сделаны как-то так вот как говорится не вычеркни что что да написано пером и не вырубишь топором то что написано пером не вырубишь топором тот же грибоедов я вот прошлый раз тему затронул про албанские церкви оказывается они это обсуждают знаете где в своих формах формах на своих сайтах у него есть другое письмо вот он пишет царю ваше превосходительство не разрешайте значит поселять армян на русских землях они из такого племени что прожив несколько десятков лет начнут кричать на весь мир что это земли наших отцов и прадедов что не так поселили их в карабахе поселили их в грузии в грузии когда они бежали от персов турков грузины их приняли а сейчас они кричат они не говорят джавахетю они хотят присвоить упорно говорят это их земли карабах тоже они хотят хотели присвоить на 30 лет присвоили получили но они сейчас вот часть российской земли присвоили причем конкретно поезжайте краснодара ставрополь ростов можно конечно задать вопросы вот посмотрите если взять империю инков майя ацеков да они жили там 3000 лет сколько 5000 лет тому назад даже они умудрились построить пирамиды целые города мосты там виадуки у них все у них было у индейцев ну пришли вот эти испанские конкистадоры захватили разрушили но тем не менее много чего сохранилось а когда им задаешь вопрос ответа никогда не получаешь они говорят нас было 22 или 23 столицы столицы может были а государства то нет монета они говорят какая монета тиграна вот сидел в каком-то городе богатый тигран объявил себя царем ну чё есть золото есть серебро или медь напечатал там штук 100 200 монет ну и все вот вот так вот а где государство то как она назывался это государство где она была какие столицы хорошо а где гробницы где мавзолеи этих царей у них там они говорят у нас будут там 200 300 царей вот 300 у них любимая цифра и где могилы этих царей мавзолеи крепости крепости какие-то архитектурные сооружения я уже задавал эти вопросы это на них бесполезно получать какие-либо ответы на них нет ответов и не будет как-то так вот да по поводу церкви опять да я вот когда задаешь они опять обижаются простой вопрос почему николай второй подписал указ об аресте армянской апостольской церкви и передачи имущества в пользу государства закрылись армянские школы по указу царя церкви а рпц русская православная церковь передала армянскую церковь анафеме это очень сильно это ведь не просто такой церковно-политический подход это гораздо больше потому что церковь религия она живет по принципу не убей а потому что армянская церковь решила после того как встала на ноги после того как те же цари их поселили на кавказ сделали форпостом царской империи они увидели что эти люди стали наглеть и стали подрывать устои царской империи но николай второй этого не позволил как-то так вот они убили с кинжалом напали на наместника царского наголицына который был инициатором ареста церкви потому что в церквях хранили оружие литературу для подрыва царской государственности того же на кашидзе который был наместником был губернатором в баку и эриване его тоже тот же достромат или как его для его называющие кинул бомбу убил губернатора веками вот они вот только одно желание присвоить чужое независимо что и как главное это присвоить как-то так вот всем пока всем удачи что думаете вы пишите в комментариях спасибо за просмотр